Слушайте, ну и вторая составляющая нашей беседы, это все, что связано с датой, 29 января у вас день рождения, ну и несколько вопросов у меня таких, возможно, для вас неожиданных будут, вы понимаете, почему вы так востребованы, то есть я когда, я не смог найти ответа, когда у меня болельщики подходят и говорят, Сергей, ну вы же общаетесь с Евгением Серафимовичем, вы могли бы ему подсказать, допустим, чтобы он не ходил в программу, там, как она называется, Пусть говорят на первом канале, или как она называлась, да, где вы... Давай я отвечу, я отвечу, я им отвечу, знаете, можно там ссылку делать на ЦСКА, там, на Динамо, вот там так-то относятся к ветеранам и прочее, я от футбольного клуба «Спартак» отыграл десятилетие в нем, вот пару раз, по-моему, на юбилее, а ты у меня на юбилее, потому что юбилеи у меня 50-50 лет, 50-50 лет, а 60-70 лет, и вот следующий год будет юбилей. Мне «Спартак» позвали и мне выделили сумму 50 тысяч рублей, вот, за все практически это время, что я, как бы, играл в «Спартаке». А я хожу на телевидение и в эти программы за финансы, кормить семью вы, которые говорите, что не надо ходить туда, не будете мне, но я иду и говорю то, что я знаю, и то, что не то, что от меня хотят услышать, понимаешь? Иногда звонят из этих программ и говорят, а какая ваша позиция по этому вопросу? Я говорю свою позицию и потом ее и озвучиваю. Например, когда мне позвали на программу к Малахову по поводу Аршавина и его жены, у которой там нос провалился, да? Ну, на себя не очень-то правильно показывают. Неважно, у меня он тоже, он не очень-очень такой. Надо сплюньте, сплюньте, да. Да, 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 да. Ну, сплюньте. Все, закончили. Ну, сплюньте. Значит. Не по дереву постучите. Я в тебя могу сейчас плюнуть, если ты еще достанешь меня. Так вот, слушай. Да. И вы думаете, я вот так вот, да, Андрюша такой-сякой. Расскажу историю. Мой друг, твой друг Юра Сивидов, да? Когда был чемпионат, последний наш знаменательный, в восьмом году. Да. Ты не записываешь сейчас? Записываю, записываю, да, записываю. Значит, я, по-моему, Познеру был в программе. И когда мы вышли уже на голландцев, ну, основное, я сказал, а теперь ловить нечего. И сказал, видимо, это все передали команде, или они там послушали и прочее. И Юра Сивидов сказал приблизительно те же слова какие-то. И когда закончился матч, и в автобусе они начали скандировать. Ловщик Сивидов отсосите, короче. Я говорю, как есть на самом деле. Да, ну, там кричалка была от сосиси, видов, ловчев, хей-хей, да. Да, 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 да. Вот. И мне об этом и Саша Бродюк, потом мой друг хороший, рассказал. Он говорит, я их одернул. Что вы творите вообще там, ну, прочее, про Сашка. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что я мог, как бы, ну, какой щенок этот еще, Аршавин, говнюк там, туда-сюда. А вот находясь с ним на эфирах, я понял, что это очень неумный парень. По жизни это одно, по футболу вообще другое. Он умнейший парень по футболу. И вот, когда меня позвали на программу, я объясняю тем, которые говорят, не ходите на программу. Я не пошел просто сказать, Андрюш, хороший, а это вот, там, проститутка какая-то там, или прочее, прочее дело. Я позвонил Андрею и сказал, дай мне телефон твоей мамы. Она дала. Понятно, что мама этой, мама Андрея, естественно. Она мне рассказала очень много про эту девицу. Как-то их обокрало там на миллион долларов вообще, еще, еще, еще. И я шел уже вооруженный чем-то, понимаешь, чем дело. И я не говорил, что ты такая, сякая и прочее. Вот, и еще раз скажу, и мне за то, что я прихожу, не во все программы, не во все, мне платят деньги. Только и все. Сразу скажут, а сколько, а чего, а вы хоть копейку дайте мне, честно говоря. Мне надо жить, семью кормить, еще чего-то. Поэтому тут вопросов никаких нет. Секрет вашего востребованности? Знаешь, он, наверное, заключается в том, как ко мне опять, наверное, есть люди, которые скажут, Да что ты там лепишь там в телевизоре или где-то там что-то. Сейчас одну вещицу расскажу. Я, по-моему, даже тебе рассказал. Летом у меня в городе Волгодонск проходит турнир моего имени. Мой друг бизнесмен проводит уже 10 лет. Ну, когда мальчик подошел, сказал, я эту дядьку видел. Мальчик, вот, постребованность. Он меня по телевизору видел, говорит, я эту дядьку видел по телевизору. Он все время орет там. Понимаешь, в чем дело? Это для кого-то. А для кого-то они подходят и говорят, спасибо вам за то, что вы честно говорите о футболе. Вот эта же история, когда я ушел из эфира, она заключалась в том, что мы играли-то с Хорватией. Вы помните этот матч, когда надо было в ничью сыграть. И было это в перерыве при счете 0-0. Но как мы играли, я встал, начал снимать и сказал, что вы обманываете народ, говорите, что мы нормально играем в футбол. Там Генич был и еще молодой ведущий был. Я говорю, играют-то плохо. А он говорит, этот молодой парень, да нет, нормально играем. Я ему говорю, да ты нормального футбола не видел. И это же видели люди, и они понимают, они точно так же мыслили, как я. И в концовке я сказал вещь, значит, если мы сыграем 0-0, вы мне будете пихать. А если мы проиграем в конце игры, я буду вам пихать. Так вот, самое главное в том, что мои мысли, мои слова с ними сходятся, честно говоря. Очень сходятся с теми людьми, которые вот подходят. Ну, кто-то не подходит, кто-то скажет, да я-то такой говнюк там, из телевизора не вылезает. Таких много, тут ничего особенного нет. Слушайте, вы можете объяснить, почему Спартак, в котором вы играли, и не только вашего поколения, стал самой свободной командой страны? Свободной? Да. Что такое свободной? Ну, посмотрите, какое количество экспертов, людей свободолюбивых, которые говорят то, что мы вышли оттуда. Почему так? Почему это, допустим, не Динамо? Тихо, не кричи. Это он теперь кричать хочет. Ну да. Потому что Спартак во все времена, в воспитании старости нам было в одном, один ум хорошо, а два лучше. У нас всегда был тренерский совет, где входило по 10 человек, обсуждали состав на игру. А два человека, из которых выбирали, Вася Калинов и я сидели в коридоре, молоденький, а они там 10 человек выбирали, кого поставить. Так я хочу сказать следующую вещь. Старостин делал нас говорящими. И ведь во всем, ну смотри, Ренгольд, ты уже говорил, Севидов, Ловчев, Бугнов. А таких же не было, это сейчас, это сейчас там стали уже там... Зенитовские чуть-чуть, да. Ну, сейчас, ну, зенитовские это, опять же, это получают зарплату за то, что играли в «Зените» через телевидение, можно так сказать. Вот. И слава Богу, что... А мы были всегда, свобода любви, могли говорить. И говорить... Нет, а феномен в чем? То есть это старостяная история? Старостяная, конечно. Старостяная. Понимаешь, когда ты в «Динамо» или в «ЦСК», там все есть чиноподчинение все равно. У нас профсоюзы. Ну, то есть вы почувствовали это, когда уж ты в «Динамо» сразу? Да. А в чем, в чем конкретно? Ну, в том, что сразу тебя дергивают даже ребята. Слушай, ну, подожди, ты чего? Там же генералы приходят, там, на установки еще. Бывали такие, или на собрании команды там какие-нибудь. Ага. Ты чего? В спортаке генералы не приезжали? Да нет, ну, какие генералы. Самый главный генерал старости. Ну, понятно. Слушайте, вы можете, вы же работали и с Лобановским, и с Бесковым, коренные отличия. Ну, понятно, что два великих тренера Советского Союза и представители разных тренерских школ. Во-первых, я тебе скажу, вот с этой парой, да, Никита Павлович Симонян, мой любимый человек, и все, Качалин, выигравший очень многое. Я все-таки, с точки зрения построения игры и построения команды, строения, конечно, Лобан и Безков выделялись. И целое десятилетие, вот, футбол строился на соперничестве двух стилей. А в чем именно? В чем именно? Значит, стиль простой. Авторитаризм обоих объединял? Нет, 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 в игровом стиле. Значит, вообще же ведь в те времена спор был, демократом должен быть тренер или авторитарным командованием. И тут же приводился пример Тарасов, Тихонов в хоккее, значит, Лобановский, Бесков в футболе, Турчин такой был, это гандбол, спонтак киевский. И пошли-пошли по списку, что, да, карполь, конечно, это волейбол, да, все они добивались успеха, когда мат-перемат, крик и прочее. Но, кстати, ни Лобан матом не ругался, ни Бесков не ругался матом, но жесткость в голосе, во всем была. Но тут вопрос не в этом, они оба авторитарные были, понимаешь, в чем дело? Тут же вопрос стоял в другом, в футболе, который они пропондируют. Вам математик, математик по уму, и у него, когда ты играешь в стенку, а тебя защитник перехватывает, ты один защитник отрезает двух нападающих, этого не должно быть в природе, один-двух не может обыграть, понимаешь, в чем дело? И это все как бы на математической основе, вот, проход по флангу, предположим, в штрафной должно быть посев игроков, название такое, один на ближней штанге, один на дальней, один там в районе 11-метровой. Потому что все рассчитано по точкам, это там, почему вы не по точкам, брат, а у Бескова, и за счет Старостина, это на индивидуальности, на том, как думает голова Гавриилова или этого, он и сам был игрок такой же. Лобан игрок был, который спорил с Сашинковым, такой тренер был в Шахтере, именно по математике, понимаешь, спорил, что вот здесь не должно быть одного или там двух, там, или чего-то, что-то все время. А Бесков, он играл сам, он хороший футболист, я видел, там кадры потом, ну, умный футболист был. И здесь, за счет ума игроков, и слагаемого этих умов, понимаешь, вот это главное было. Ну, вот выход из обороны, например, он говорил, так, Сорокин, ты почему не отдал там Хидиатуллину, а у Хидиатуллина бы вот сюда, а вот сюда. И вот он натаскивал нас тоже на какие-то такие моменты, как вот надо выйти из обороны, другую, третью, на какие-то стандартности. Но при этом творчество в основе было, в основе, творчество отдельного игрока. Там творчество никакого игрока, там Лобан, когда сказал, а я, Лобан, Блохаха, говорит, а я вот там вот, вот там, 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 там. Он говорит, ты будешь там где-то рассказывать, ты будешь делать, как я говорю тебе, понимаешь, в чем дело. И кончилось это тем, что Блохаха начал спорить с ним, вот. И тогда человек, который капитаном команды, Колотов, находился при Лобане, выступил и сказал, надо его сослать в часть. Да, и все, понимаешь. То есть, Колотов сам поднял, поднялся, сказал, да? Колотов сам все был. Сорежиссировано? Конечно, срежиссировано. И все, понимаешь. И Блоху сделали покорный. Мрак, конечно, да. Что сказать. Но ваш конфликт с Бесковым, он в чем? Но в результате же этого конфликта вы ушли. В отношении его к Спартаку. Ну, давай, начнем с самого начала. Я в 71-м году подружился с Володей Федотовым. И Вовка даже со мной советовался, жениться ли ему на Любе Бесковой. Вот. Но эти семьи, Федот женился на Любе Бесковой, и они в одном доме жили, и я все время вхож был в это. А Константин Анатольевич был тренером «Динамо». В 72-м году я был признан лучшим футболистом страны, а Спартак занял 11-е место. Вдумайтесь. 11-е место. В год, когда сборная третье место на Олимпиаде и второе место в Европе заняла. На отдыхе в Кисловодске Вовка Федотов мне говорит, Константин Анатольевич просил зайти. Я еду в санаторий КГБшный. Кисловодск называется. Валерия Николаевна наливает кофеек. Это коронка была, кофеек. И мы сидим с Константином Ивановичем. Он говорит, давай ко мне в «Динамо». Я тебе делаю звание, машину, квартиру и прочие-прочие дела. Я говорю, меня никто не поймет, честно говоря. Я спартакский болельщик. И он мне поливает старостина и весь спартак в хвост и в гриву. Понимаешь, в чем дело? Это первое зернышко, которое он мне сюда засунул. Значит, дальше. Это происходит... А я вхож в этот дом. Я там на застольях бываю и прочее. Все время слышу, как он к старостям относится плохо, к Симоньяну относится плохо. Значит, затем Симоньян уходит из «Спартака», а мы отдыхали все время в Кисловодске. Все. И как-то Вовка говорит, слушай, там застолье спортивное, футбольное там. Я приезжаю, там Константин Иванович, там Никита Павлович. Никита Павлович мне близкий человек, отец мне, понимаешь, чем я со всех времен был. Мы с Вовкой Федотом после этого... А Никита Павлович решил уходить в «Арарат» тогда. И он подвыпил Никита Павлович. И я говорю, давай, Вов, вызовем такси и прочее. Выходит Константин Иванович в фойе, а там местный цеховщик устраивал это все дело. И Вовка говорит, мы Никита Павловича отвезем. Да пошел нахер, пить не умеет, никуда ты не повезешь, никого там не чупят. Вторая капелька мне, понимаешь, в чем дело. Третье. Мы... Да, он возглавляет Олимпийскую сборную. Вот в 75-м году, когда его из первой сборной выбирают, в 74-м. Убирают из первой сборной в 74-м году, в конце, когда проиграли 3-0. Северная Ирландия... Нет, не Северная, Ирландия. Гивенс забил три гола. Я все помню. Понимаешь, все, что связано с теми временами, я все помню. Вот. И Бескова убирают. И его на Олимпийскую сборную, на Спартак ставят. И мы едем... Да, первая же игра на сборах в Сочи. Мне играем с Днепропетровским Днепром, там был такой Ашербеков. Он мне на четвертой минуте, я забиваю гол, а играю я полузащитником. Я уже в Спартаке играл полузащитником. Потому что я пришел к Гуляеву и говорю, я должен играть в центре вот здесь опорного. Потому что все мячи у меня, я веду игру. А это молодые ребята, Минаев там, Кокарев, ну все вот вокруг. Все, я стал опорником здесь. В конце года вот Бесков уже как бы при Спартаке, но в сборной только. И мы сборы проводим в Сочи. Играем вот это с этими. И мне разрывают, разрезают колено, как мениск чуть ли, с шипами просто. На четвертой минуте я забиваю гол, мне разрезают. И я на 10 дней в Москву отправляюсь, мне зашивают. Я в этот момент Волгу получил, успел там свои дела какие-то сделать. Это важное добавление. Значит, мы возвращаемся. Какого цвета машина была? Мы возвращаемся, я не помню уже. Потому что она сразу же ушла в Ташкент. Не за дорого, да? Нет, за дорого. Не надо говорить. Так вот слушай. Возвращайтесь. Ты меня сбил. Возвращайтесь. Мы возвращаемся и потом поездка в этот. Да. А когда его из первой сборной убирают, Волг, как говорит, он просил тебя заехать к нему. Я заезжаю к нему на Маяковку. Валерия Николаевна кофе готовит. Мы садимся. И он говорит мне, Женя, ты у меня один ветеран остался, мне 25 лет. Помоги создать мне команду. А он же обижен, его из первой сборной турнули. Олимпийскую помоги создать, да? Да. Ну, вообще команду, да, да, да. Я ему говорю, Константин Иванович, у нас команда не очень сильная, надо дополнять игроками. Ну, чего-то какая-то там ему рассказывай и прочее. Он мне говорит, а кем ты-то будешь играть? Он мне говорит, я говорю, ну, я здесь должен играть опорника. Я уже год отыграл опорника. Он говорит, хорошо. Мы приезжаем в Олимпийской сборной в Европу. Первая игра. Он меня вызывает, ты-ты-ты-ты-ты, и говорит мне, так, будешь играть левого защитника. Я говорю, ну, мы же с вами договорились, что я опорника играю. Или левого защитника будешь играть, или вообще не будешь играть. Это его слова. Я охренел. Понимаешь? Я, ну, парень, конечно, может, я прав, не прав. Я просто на дыбу встал от такого обращения, откровенно говоря, просто. И я сказал, нет, я буду, он меня не ставит. Первую игру, вторую, я капитан Спартака. Вторую игру, третью, кого-то меняет, где Шелогофет мне говорит. Давай, сейчас ты выходишь. Не ставит меня. И мы летим обратно из Европы. Я подхожу к Николаю Петровичу Старостину, и говорю, Николай Петрович, я закончил играть в футбол. Он говорит, ну, прекрати ты, ну, что ты у него там, это... Я говорю, не, Константин, это... Николай Петрович, меня футбол ставил в состав, и меня футбол не ставил в состав. Я зависеть от него не буду. И я сказал, я больше не играю в футбол. Через два дня Спартак уезжает в Сочи на сборы, и я не еду. Сказал, не поеду. И тогда, через некоторое время, Старостин говорит, нас вызывают в федерацию футбола. Она на Арбате находилась. На Арбатской площади. И такой Еремин был, хороший, кстати, мужик, который руководил футболом, Еремин. Он динамовский, но не важно. И они, да, и он мне говорит, он мне говорит, говорит, Старостин говорит, молчи, я буду говорить там. Прихожу, там сидит Бесков, этот, этот, и Бесков там на меня начинает, там валить. Я только хотел, Старостин меня за руку. И, короче говоря, я возвращаюсь в сборную. И последнее уже, это когда он уже был в Спартаке, там произошла следующая вещь. Я утром, у нас зарядка не общая была, я сделал зарядку, мы с Мишей Булгаковым зашли, моемся в душе, и заходит Константин Иванович. И тоже моется, и говорит, что-то вы эти ираны плохо играете. Я ему говорю фразу, ну там уже вот так шло, вот так уже шло, противостояние шло, да. И я ему говорю фразу, ну, знаете, Константин Иванович, бывает и так, что команда в форме, игрок не в форме. И наоборот, игрок в форме, команда не в форме. Вы же не хотите сказать, что мы специально так играем, с Мишей притом. Ах, ты вон как заговорил, блядь, он как на меня, блядь, и пошел на меня в душе, блядь. Это видел только Миша Булгаков. Значит, и тут меня не стало, я, блядь, в воду сюда прокидывал, слушай, ты заебал уже, блядь. Ты заебал всех в Спартаке, блядь. У нас совершенно другие порядки, по-другому к людям относятся. Пошел ты, ну, честно говоря. И дальше вдруг собираются собрания, где Букиевский, Кокарев, Жура, там еще несколько человек, решают ставить меня в состав или нет. Букиевский и Кокарев решают, блядь. Я для себя оскорблением вообще почитал. И вот там еще были вот такие вот, там нюансы, за нюансом нюансы. И когда я уже сказал больше, ну, Николай Петрович, я не могу. И Николай Петрович меня и после относился ко мне хорошо всегда. Всегда после этого. В чем величие Старостина? В каких эпизодах? В человеческих качествах. Знаешь, для меня самым главным ведь вот что являлось. Он к нам относился как к любимым детям. Кто хоть один день за Спартак сыграл. Неважно, сколько ты сыграл и прочее. Знаешь, удивительный вещь для меня вот в чем. Ведь эта страна посадила его на 10 лет. И все семейство. И он не осклобился на нее. Он вышел. Ну, вернул там, не вернул квартиру. Это другое совершенно. Но он работал на эту страну. Понимаешь, в чем дело? Мы для него любимыми людьми были. Внуками, братьями, детьми. Вообще, он с нами разговаривал на равных всегда. Понимаешь, всегда. Это удивительная вещь просто. Ну, какой-то эпизод, который говорит о... Нет, я о другом. Знаешь, ну как мы настраиваемся на «Динамо»? Это описывал в своей книге, но и я написывал. Или это повтор уже был, получалось так. Но повтор это у Романцева был, видимо. Как установку на «Динамо» говорим. Вот Гуляев там что-то... Гундосит, Гундосит, Гундосит такой был. Гундосит на левый фланг, слева, справа, фланг, справа, там туда-сюда. А нас вывезли на Клязьминское возгранилище, шашлыки, там все, завтра готовимся к «Динамо», туда-сюда. А дальше, значит, садимся и с Клязьминского возгранилище в Тарасовку надо доехать. И на первом сиденье человек, который только что нас настраивал на игру, захрапел, говорит, гуляет. И старый тут-то, кто это? Вот это он храпит, говорит, настройщик хуев. Значит, или вот эта история, значит, на «Динамо» установка идет, тишина такая, значит, и муха вдруг жужжит, жужжит, жужжит. А Старостин ездил довольно часто на электричке просто. И когда ехал на электричке, он покупал газеты, и он потом их вот так скамкывал, вот такой, знаешь, как в печку засовываешь вот так. И он это скамкал, и так сидит, сидит. И в этот момент муха так, знаешь, летит, летит, и тишина такая настроенная, «Динамо» едет. И муха так мимо Старостина пролетает, и села на отклевывание. И вдруг Старостин встает и тихонечко-то крадется, и как даст, блин, по мухе, говорит, проклятый «Динамо». Ну как к этому человеку относиться? Или вот мы идем, Васька Калинов, говорит, дядь Коля, дядь Коля, этого, Коля Асянина он звал, дядь Коля, короче. А Старостин говорит, как ты его зовешь? Он говорит, дядя Коля, он говорит, а меня тогда деда Коля. Знаешь, он очень любил вообще своих футболистов вообще. Душа у него хорошая, добрая душа, понимаешь, в чем дело? Удивительная вещь. Сложите в вашу встречу с Яшином. Ваш чемпионат мира и последующая история трагическая была, когда... Не только, не только. А я тебе скажу такую, на чемпионат мира, это получилось, что когда мы были в поездке уже перед чемпионатом мира в Южной Америке, Женя Рудаков столкнулся, ну можно сказать, нет, Анцор все-таки, наверное, основной был, Женя вторым вратарем был, столкнулся с Шестерневым в игре в Перу или где-то мы, короче говоря... А, то есть между своими, да? В Венесуэле, да, столкнулся, и что-то у него с ключицей случилось. И вместо него, и Витя Попаев получил травму задней поверхности, и вызвали двух мэтров футбольных. Это Слава Матравели, который там не сыграл вообще, но он такой, знаешь, анекдот, такой компонентский, хороший, потом уважаемый человек. И Лев Иванович Яшин. Знаешь, я позже узнал с удивлением историю, что когда Анцор, он основной вратарем, он очень прилично отыграл первую и вторую игру, а третья игра была с Сальвадором. Понятно было, что мы, наверное, выиграем, да? Ну, это третий матч групповой раунда, 750-го года, да? Да, 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 да. И в уважении к Лев Ивановичу Гаврил Дмитриевич ему говорит, я узнал позже значительно, что Лев, давай, готовься, сыграешь. Чтобы сыграл он в каком-то, в 66-70-й, подожди, в 62-й тоже же Лев Иванович был? Да, было, конечно, после чего его освистывать начали. Значит, это четвертый чемпионат мира был бы у него. А он сказал, говорит, не трогайте Анзора, он очень здорово сейчас, в хорошей форме находится, и отказался от этой игры практически. Теперь, следующая моя встреча с ним, ну, как-то перехлёстывались где-то. Это когда я в Динамо пришёл, да, а руководителем общества Динамо, и вообще руководителем был Богданов, генерал такой, и у него кабинет был на стадионе Динамо, а там к нему в кабинет надо было подниматься по лесенке там уже. А Лев Ивановича практически выгнали из Динамо, и он уходил работать в РФС, ну, в Федерацию Футболу. Да, и вот я иду туда наверх, а он обиженный спускается вниз, и мы перехлёстываем, он говорит, Жень, ты чего? Я говорю, ну, я вот в Динамо там туда-сюда, и он ни слова плохого о Динамо не сказал, ни слова. И он говорит, я тебе желаю всего-всего, он даже не сказал, что у него только что, можно сказать, его вытурили из Динамо, понимаешь, в чём дело? Вот, ну, и последнее, это когда вот случилась история в Венгрии, когда, ну, там, тромб оторвался, и у него закупорка вен произошла, и всё. И опять, вот его человеческие качества, когда уже стало ясно, и я там позвонил в посольство, чтобы завтра его отправили в Москву. Ну, как всё было, расскажите, это чумовая история. Ну, не очень хочу, Серёж, честно, ну, вот, мне вот что запомнилось особо. И когда он мне говорит, Жень, вот деньги, я Валентине обещал плащ кожаный привезти, да, вот такой-то размер купишь и прочее. И я купил, и уже прилетев в Москву, а он утром вылетел самолётом, его отправили, ну, там, по-сольски сработали вместе с Володей Козловым. И он говорит, нет, и я поехал к Валентине Тимофеевне, она говорит, он лежит в такой-то больнице, там, и прочее, ему ногу будут отнимать, там, вот такая история. И я говорю, а вот он последнее, что мне сказал, купить вот плащ, я вот купил вам плащ кожаный, там, и уже последнее совсем, уже когда отняли ногу, и всё, мы ветераны, мы поехали в Израиль. И там, ну, израильские врачи для нас всегда, там, медицина хорошая и прочее-прочее, там разговор шел о том, чтобы ему сделать протез, да, там, обмерить всё и прочее-прочее. И там врачи, оказывается, посмотрев, всё, поняли, что там метастазы уже в таком, что делать ничего не надо и нельзя. Вот это последнее. И уже люди-то вот, молодой поколений не знают, ему дали героя соцтруда буквально там за несколько дней до смерти. К нему приехал руководитель Совета Федерации, по-моему. Ну, тогда Совета Федерации не было, да, там, другой человек? Нет, как, Совет Федерации, по-моему, не, не Совет Федерации, Верховный Совет, да, Верховный Совет, вот как, да, был Верховный Совет, партия и президентов не было. Да. И Совет Министров. Да. Косыгин заглавлял как раз до этого, ну, там, запутаешься в них, в этих. Слушайте, Блохин, в вашей истории взаимоотношений, ну, всё-таки Олег Владимирович человек непростой и обладает золотого мяча. Непростой, но такая, это наше время с ним практически. Дело в том, что я в 72-м году был признан лучшим футболистом страны, он в 73-м, 74-м, 75-м, а в 76-м Володя Остаповский. И у меня есть фотография даже такая, вот мы троём стоим, это вот как раз как бы снималось. Вот. И когда мы долгое время проводили в Кончезаспо сборной, киевляне в основном были, вот, Олег Блохин ко мне с уважением относясь, он меня в выходной день брал куда-нибудь в ресторанчик, мы заезжали там, ну, какие-то такие более, что ли, дружеские отношения были. А потом уже, ты знаешь, он уже когда даже здесь работал, в зеле, или москвич, в москвиче, да? Ну, Москва, команда, ИФК Москва. Москва, Москва, да. Как-то, я помню, просто подошёл к нему, просто поздоровались и всё. А тогда он уделял некое внимание, вот такое вот, брал меня в Киев, там искусство. Это 76-й год, когда вы были в Бонной, да? Нет, это раньше. Это не 76-й, это 75-й год. 75-й. Там был же матч, когда 10 киевлян играли, и я один играл, это было в... Где мы играли-то? В Цюрихе, по-моему. Ну, в Смоленске. В Смоленске тогда французы были. Они шли на войск клубе. Да уж. Слушайте, ну и ваш чемпионат мира 70-го года. Ну, это всё равно какое-то восприятие юноши. Где вы долгое время рассказывали о том, что вы обладатель достижения первая жёлтая карточка? Я не рассказывал, это так считалось. Это мне через какое-то время после того, кто-то сказал, ты в книге рекордов Дениса, что ты первый человек в мире, получивший карточку. Я стал как бы допытывать и понял одну вещь, что перед финальными играми 70-го года были введены карточки. До этого их не было. Просто судья, люди должны знать, подходил к тебе и говорил, я тебя предупреждаю, я тебя удаляю там. А трибуны ты не видели. Ты или продолжаешь играть, или играешь там, он себе там что-то записал и прочее. Первый матч открытия мы играли. Всегда первый матч обязательно играет команда хозяева. Играли мексиканцы, и мы играли СССР. И мы играли с мексиканцами. Во-первых, первое что, был битком-стадион Ацтека. Значит, вторая вещь, там же это сейчас там вообще танцы какие-то устраивают еще. Открытие, церемония открытия. Да, церемония открытия, все равно она долго продолжалась. А жара стояла, и что-то мы в 12 часов дня должны были играть. Ну, просто пекло было. И тогда, значит, Качалин сказал, значит, пойдет второй состав стоять вот это на гимнах. Но Альберт Шестернев, как капитан команды, пойдет туда. И мы дождались этого. Потом началась игра, и я, понимаешь, ту деятельную вещь. Я тебя-то очень с трудом помню. Спасибо большое, да. А того человека, который карточки раздавал, судья Ченчер из ФРГ судил, он дал пять карточек. Ну, я не помню, какой я получил там прочее. Тем более, 10 лет, играя в высшей лиге советского футбола, я не получил ни одной карточки вообще. Мне кажется, это факт, требующий проверки, да. Нет, это можешь не проверять. Высшей лиги именно. Да. Да, я не получил ни одной карточки. Вы имеете в виду, что получили карточку только играя с Искрой Смоленской? Нет, это было, когда я играл, закрыли советы в первой лиге с Днепропетровским Днепром. И помнишь, был такой в Динамо Крамаренко, ауты бросал там чуть не в штрафную площадь. Он играл за Днепр, и он мне прыгнул двумя ногами просто, шипами в бедро, и он мне вот так раздул из бедра сразу. И я встал, и со всей ногой... Как Олег Блохин, Мустафи Белялова, да? Как дал ему, короче говоря. Как Олег Блохин, Мустафи Белялова. Судья подскочил, дал мне карточку, дал желтую карточку, вот единственная, по-моему, карточка. И осудил Шкловский знаменитый. И он после первого тайма, я выхожу, а мне перебинтовано... Если в поле судит Шкловский, победит Спартак Московский. Ну, да слушай меня. И Шкловский подходит ко мне и говорит, а ты видишь, что Крамаренко не вышел больше? Я говорю, а что? Он говорит, я зашел в раздевалку, сказал, если он выйдет, я ему дам старую желтую карточку и выгоню дальше. Ну вот, и... Да, прошло долгое время, и мы с Сергеем Егоровым, который снимает вот это сейчас и берет это интервью, работаем в советском спорте. И вдруг, да, а я тогда подружился и познакомился с Акселем Вартаняном, который в Спортэкспрессе писал, не знаю, сейчас пишет, не пишет, но он такие исторические вещи всякие документальные писал. И мне, Сергей, и мне, Емельянов Сергей, заместитель КОЦа, знаете, сразу хочу сказать, обидятся многие, наверное, руководители советского спорта, для меня самым правильным, самым лучшим руководителем советского спорта на моем веку, который я работал там, конечно, КОЦ являлся, без вопросов. Ты думал, я тебе скажу? Конечно, да, я удивил. Тебе я ничего не могу такого сказать. Вот. И Сережа Емельянов мне говорит, слушай, а поехали к Акселем Вартаняну там, и мы приехали к нему, и у него оказалась кассета этого матча. И вы ее смотрели? И мы ее смотрели, и я выяснил, что один из, там, первые три человека, которые получили, это Каха, Сатиани, Гивиноди, кто из них первый, кто второй, ну вот они два первых получили. И только я третью карточку получил. И уже позже, естественно, меня научил Сергей Егоров этому, надо же как-то выпутаться из ситуации. Я сказал, ну первый из русских. Первый русский, да. Первый русский, да. А знаете, как это? Я не был, я не был никогда грубым футболистом, у меня скорость была, я успевал. И вторая вещь, как-то Анатолий Иванович Иванов, знаменитый питерский судья, ну знаменитый человек футбола, мы играем, а я капитан команды. И ему надо мне карточку дать за то, что я завелся, и с ним там что-то спорю, 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 там, короче говоря. И он подходит ко мне, и вот карточку дать, и он разворачивается, и Коля Асянин стоит, он говорит, Николай, подойдите сюда. Николай, еще раз он мне скажет, и я ему карточку дам, я как сейчас помню эту историю. У вас что-то с этого чемпионата мира осталось? Фотографика какая-то, наверное. Ну, я имею в виду там медаль участника, значок какой-то. А, нет, медаль участника именно, какая-то у меня есть. Знаешь, с разводами, с переездами, у меня же были какие майки, Эсэбио майка была, Ревелина майка была, Амансио майка была, у меня ничего не сохранилось. Понимаешь, тогда мы не так относились к этим реликвиям по большому счету. Ну, у вас медаль участника осталась, да? Где-то была, да. А можете мне подарить? Чего? Зачем она вам? Хрена себе. Я, кстати, по-моему, орден, которым страна наградила, орден дружбы. И бронзовую медаль Олимпийских игр сыну, по-моему, отдал своему Женьке. А медаль не можете мне подарить, да? Нет, тебе вообще ничего не подарю. Слушайте.